Воронежский факел М перед выездом в Саратов, по словам главного тренера, изучил рисунок игры нашего Сокола и рассчитывал сыграть в обороне на ноль. Но сухарь, именно так в футболе называют матч без пропущенных голов у гостей, не получился. Эшелонированную оборону факела М саратовцы взломали. До последних минут встречи наша команда искала счастье у чужих ворот. Атакующих пыл подопечных Игоря Захаряка легко объяснить. Победа выводила Сокол на чистое первое место. Что из этого вышло, расскажем в следующем сюжете. У этих соперников длительная история противостояния. Правда, сейчас перевес на стороне Сокола. В турнирной таблице между командами целая пропасть. Саратовцы лидеры, а воронежцы последние. Но гости с первых минут играли очень уверенно и вполне могли сотворить небольшое футбольное чудо. Белосиние как асфальтный каток. Начали медленно, но затем набрали скорости и футболистов было уже не остановить. На их стороне домашние трибуны и поддержка своих болельщиков. Факел М этим, правда, не смутить. Шансы забить были у обеих команд. Но в этот вечер Сокол был близок к заветной цели, как никогда. Игра первого тайма не очень. Во втором тайме обязательно нужно прибавлять. Я думаю, тренер найдет какие-то слова и во втором тайме мы уже найдем способ пробраться к воротам и все-таки победим. Я думаю, будет победа. Есть уверенность, что победим. То, что противник с первых минут помчится в атаку, было ясно заранее. И воронежцы действительно полетели вперед. Но натиск белосиних оказался им не по зубам. Пусть ворота факела долго казались заколдованными. Сокол создавал момент за моментом. Из убойной позиции промахивается Демченко. В штангу бьет Анисимов. Но все же удача нам улыбнулась. И настоящая игра пошла во втором тайме. Счет открылся на 70-й минуте. Локомотив замер. Разбег, удар и никаких шансов. После углового расторопнее всех сыграл Александр Столеренко. Оплошность выбила факел из игры и ободрила саратовцев. Спустя всего минуту хозяева удвоили преимущество. В этот раз отличился форвард Владислав Эсхудзинов. Удачно пробивший головой в чужие ворота. Вместе с игроками ликуют восторженные болельщики. Взрыв долгожданной радости и гордости. Что снова идет классная игра. Что все снова вместе. Что есть футбол. В этой дуэли нервов воронежцы дрогнули. Они не смогли забить. После игры наш, как обычно, невозмутимый тренер, конечно, посетует на реализацию. Но признает, нам важен был результат. И его удалось достичь. У нас в первом тайме присутствовала зажатость при исполнении завершающего удара. Закрепощенность. Во втором тайме удалось от этого избавиться. И, в общем-то, мы по делу достигли победы. Любую команду нужно суметь обыграть. В зависимости от ранга, который есть перед игрой. Ранги бывают разные. Кто-то выше, кто-то ниже. Любая игра – это всегда максимальное, колоссальное напряжение всех усилий. Победа позволила «Соколу» выйти на первое место в турнирной таблице. В следующем матче команду ждет более грозный соперник. Тульский «Арсенал-2». Получится ли повторить успех и обыграть еще одного мощного соперника, узнаем 21 августа. «Болеем футболом, болеем за наших». Алексей Карев, Максим Глушков, Юлия Урванцова. Вести. Саратов.